В находке ремонтируют мост через реку Каменка, благоустраивают территории в рамках социально-экономического развития округа. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка вместе с общественными наблюдателями проинспектировал ход работ на объектах во время рабочей поездки в муниципалитет. Сколько времени потребуется, чтобы остановить проезд? Мы сегодня тоже ехали, люди пересаживаются с автобусом. Сколько времени потребуется, чтобы остановить проезд хотя бы по двум полосам? Значит, на сегодняшний день изготовлено на организации Приморского края Олег Кожемяка, 12 баллов изготовлено. Если сейчас мы с главой городского округа принимаем решение о еще дополнительном 24 баллов, то я думаю, что до конца года, в принципе до конца года, не буду говорить, но возможно даже организовать проезд. Также в этот день губернатор побывал в двух образовательных учреждениях. Так, в школе номер 14 отремонтирован спортзал, ведется благоустройство сквера. В школе номер 12 сделана новая крыша. В ноябре появится стадион, теннисный корт и площадка для занятий борьбой. Город вместе с программой развития находокского завода минеральных удобрений, его поддержка, разработка, плавка социально-экономического развития, он подтверждет правительством Российской Федерации, выделены соответствующие денежные средства, порядка 640 миллионов, плюс это средства правительства и бюджет города, что позволяет здесь привести порядок 9 детских садов, 9 школ, и пришкольная территория, это спортивная зала. Олег Кожемяка подчеркнул, что в рамках плана социально-экономического развития находку ждут серьезные преобразования. Строится арендное жилье, объекты для занятий спортом и здравоохранения. Кроме того, здесь также строится и арендное жилье, и надеюсь, что в конце года, в начале следующего, 440 квартир в город получат для работников бюджетной сферы, для других представителей, для молодежи, те, кто молодые специалисты приходят работать на фонд, строится также, как в этой фондке, строится, действительно, оздоровительный комплекс. Сейчас заканчивается экспертиза непосредственно поликлиники, и у нас готовится проект с методом документации по стационару и диагностическому центру, что имеет большое значение для жилья находки, потому что расположенные в различных помещениях учреждения здравоохранения, конечно, не отвечают современным требованиям, не отвечают. Тем не менее, мы и здесь создали бережливую поликлинику, выделили значительные денежные средства, в том числе на закупку медицинского оборудования. По словам главы региона, город меняется в лучшую сторону, но работы еще много. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.